здравейки ребят вы на канале ford mac ну что же animal crossing идет бульжать дети роботорговли скажу честно про эту серию я знаю не так уж немного я пробовал играть в версию ds на эмуляторе чё-то меня не зацепил опять же хотя могу понять людей которые любят animal crossing за ее очень такой знаете чего в расслабляющий геймплей ну кроме того факта что вас преследует томду который никогда не забудет сколько у вас денежек сколько вы ему должны потому что том нук это большой брат и это реально большой брат грёбаный animal crossing знаете лишь одного человека даже нижней человека существа боялся мавроди это том нук в любом случае давайте уж заценим что же там за дети такой работорговли это прямо под посвященную новой игре ну ну харайзин краски поехали нинтендо это игровое божество она непостижимо в своем картоне делает из обычного водопроводчика миссию учит людей правильному аниме и иногда делает необъяснимые штуки animal crossing что это за хуй это похоже на счет за хуйня это просто чего вы играет на видение киану ривза которого целуют котики и щенята мир преисполнены счастья радости беззаботности и милыми антропоморфными зверями которых хочется тискать до скончания времен вы можете один звереныш еду один звереныш стал известным музыкантом другой стал грёбаным мавроди только фурии ван антропоморфным зверем 3 5 3 я стала желанной кошечкой у многих озабоченных ребят из и плюс еще под хороший кавер песни вспомнить игру который возрастной рейтинг 0 плюс у animal crossing он есть в эту игру ребенок может в утробе играть если сильно извернуться но как полагается основной костяк фанатов этой серии это 30-летний лбы и я не понимаю что ж такого в animal crossing что уже 19 лет эта серия успешно привлекает людей всех возрастов и почему она стала карантиновым хитом от которого все в восторге вы можете посмотреть десятки обзор потому что она вышла рядом с думом и я не знаете этот собачка изабель вместе с дунгаем выглядит охуенно вместе воров на animal crossing как и я но ничего не понять а если вы зайдете на тематические реддиты вы увидите как десятки тысяч игроков демонстрируют свое творчество вспоминают яркое беззаботное детство сталкерят влюбленные парочки спекулируют на рынке репы организуют черные рынки для выплат кредита и занимаются работорговли животных так вот с этого момента поподробнее кажется animal crossing не такое уж безобидное радужное развлечение для детей и сейчас мы в нем будем разбираться ведь с вами был джать и мы начинаем и я конечно не могу не напомнить вам о моем легендарном спонсоре игру по мотивам темного фэнтези пошаговую коллекционную рпг рейд шадов леджер автору приятного аппетита если судить по описаниям игравших внешний вид animal crossing new horizons полностью соответствует своему содержимому это милейшая игра про релаксацию на острове общение даже здесь можно столько скинчиков круто сделать из своих любимых игр или аниме очень много работать с такими творческими всякими паттернами скинчик который сейчас был это андроида из dragon ball офигенный и выявление своего внутреннего дизайнера все что вы делаете это гриндите крафтите ресурсы встречаете других игроков открываете новые рецепты и бесконечно резвитесь на своем острове без какой-либо видимой на то причины и конечной цели идеальная игра для детей и казуалов вся пропитанная добром позитивом и беззаботностью и вы прекрасно знаете что происходит когда подобные игры попадают в руки прожженных взрослых геймеров иногда это вытекает виртуальные публичные дома и пыточные в обществе пингвинов а иногда my little pony становится лучшим файтингом последних лет и превращается в киберспортивную дисциплину но об этом следующий раз у нас есть более жесткая тема вообще богомододелы и прочие талантливые ребята могут и не так я про и правда поражать том как вроде милый такой франчайзер превращается в настоящие кровавая месила для настоящих мужчин и суровых женщин сучки серия animal crossing самого своего зарождения в 2001 году окружила себя мрачным флером нет абсолютно все игры серии были максимально добродушными и приятными но именно это всех и напрягло я думаю вам знакомо ощущение когда какой-либо человек усиленно хочет тебе понравится и проявляет излишнюю благоприятность вы начинаете что-то подозревать и испытывать негатив к этому человеку также влияло на некоторых и animal crossing постоянно бывают на и к игроку звери и община где никогда не бывает проблем и всегда у всех все хорошо заставили игроков искать подводные камни придумывать теории и объяснения которые получились настолько складными что в них легко поверить начиная с того что действие animal crossing происходит в чистилище где игрок бесконечно занимается однотипными занятиями с такими же как он бедолагами или же что мы играем в постапокалиптичном будущем где мутировавшие животные помешаны на восстановление природы следят за единственным выжившим человеком и заканчивая наверное самой правдоподобной теории что в игре мы стали пленниками закрытого культа использующий детский труд причем чем больше игр серии выходила тем более реалистичной эта теория получалась играйте в новую тельду сами смотрите в самом начале почти каждой из частей серии вы открывали глаза в темной комнате где вас встречают персонажи жутковато подсвеченные лишь одним фонарем они утверждают что вы куда-то собрались как будто вы сами на это решились вас не напрягает что первое увиденное в игре это криповый кот ровер с безумными не моргающими глазами задающий вам странные вопросы да вас же накачали препаратами похитили промывая мозги после чего вы просыпаетесь поезде с несколькими такими же не понимающими происходящего как и вы или в абсолютно пустом автобусе управляемой капой японским водяным похищающий детей который везет вас непонятно куда тот самый кот ровер как бы невзначай проявляет к вам интересы продолжает странный допрос утверждая что не стоит волноваться ведь все будет прекрасно по приезду вместо вашего обитания вас встречает том нук местный владелец магазинов и жилплощади сначала он вводит вас курс дела втирается к вам в доверие и тут же насильно выдает готовое для вас жилье где ничего кроме кушетки каменного пола нет и заявляет что вы за это должны выплатить огромнейший кредит том нук типичнейший бандит который ставит приезжих на деньги за вполне себе реальную крышу и заставляет всеми правдами и неправдами отдавать долг который на вас навесили против вашей воли и вы подсознательно догадываетесь что произойдет если вы же воспротивитесь том мне кажется все пульма но опять же как это просто играешь не обращение думая о таких вот теориях все хорошо но когда вот услышишь подобное то все мозг уже начинает перестраивать картинку и получается реально какой-то жуткий сценарий то тут то там можно найти безымянные могилы или выкопать погребальные японские статуи зарытые в самых неожиданных местах теперь вам приходится адски пахать чтобы выплатить кредит а убежать из деревни или города нельзя за вами постоянно следят и не позволяют перейти границу поселения и даже когда вы выплатите долг вам насильно втюхают дом получше или всякие убранства за что придется выплачивать еще большую сумму и так до бесконечности пока ваша психика не сломается и вы не примете свою судьбу да вы попадаете в закрытый культ и волей на заставляют работать на благо местных жителей до скончания времен миленький и красочный внешний вид animal crossing и недосказанность с отсутствием контекста в самой игре делают эту теорию еще более жуткой конечно же теории это просто теории для скучающего мозга находить связи там где их может не быть это развлечение но что если фанатские теории станут фанатской практикой может быть сами игроки культисты спросите любого фаната animal crossing а он не скажет конкретных причин почему он играет в эту игру он скажет что в игре хорошо что он может там расслабиться зайдите на тематический рейдинг сомать твою ну конечно каких хочу пусть еще раз посмотрите но блять посмотрите как раз а так мимо тебя что в этом прикол в отношении дизайнерской точки зрения то есть раскрыть себя в нем у кроссе когда всегда прекрасно и вот тоже строить люди это охуенно вы посмотрите это это мать его произведение искусства настоящий знаете ваншафтный дизайнер просыпается в человеке зайдите на тематический рейдинг или в сообщество по игре и вы увидите как множество игроков маниакально обсуждают вариации садов и огородов вы их никогда не поймете и согласитесь увидев подобное вам не будет интересно заглядывать за фасад всей этой милости и позитива а там творятся страшные вещи на это видео меня смотивировала одна конкретная статья андрея верещагина который легко перешел на своем острове в new horizons от индустриального сатанизма к диктаторскому тоталитарному строю оставлю ссылки на статьи в описании можете почесть не признающих авторитет диктатора ждет продолжительное избиение с очком а самые отъявленные враги народа загнаны в резервацию вместе с домами на небольшой клочок земли окруженный колючей проволокой от внешнего мира где по диктаторской доброте загнанные жители могут делать что хотят лишь бы не мешали как прекрасно выразился сам диктатор есть свобода для а и свобода от им дарова на свобода от согласитесь подобное обустройство острова очень так жутко выглядит грёбаная пентаграмма с факелами какой-то странный ксилофон или маримба и чел в таком найти около я не знаю там костюме 19 века с моноколем какой-то знаете теперь типичный злодей доктор за но с тем что вы можете увидеть на родите по animal crossing но больше всего в этой истории диктатур ссылочки на маяк мое почтение меня заинтересовал другой момент для проведения всей реновации передвигания домов и на обустройство элитного района без учета вечной ипотеки требуется много дом сразу по одной простой причине потому что у него крутой такой дизайн из древесных срубов нет нет потому что здесь есть картинка великого николас кейдж без актера диней местной валюты откуда же диктаторы взял продавая репу и вот это самая обычная репа теперь является ключом к темной стороне вечно милого и добродушного animal crossing суть в чем animal crossing намеренно растягивает игровой процесс для большего вовлечения игра привязана к реальному времени и сезона если у вас за окном утро то и в игре утро если календарь показывает начало зимы то и в игре выпадет снег из-за этого в animal crossing не только что прикольно сам сделано что так все подстроено прием прикольно эти сезонные штуки звучать сенс много событий которые привязаны ко времени продавать товары нужно в определенный срок пока работают магазины постройки строится от нескольких реальных часов до суток определенные события и ивенты проходят только в строго назначенные дни из-за этого быстро развиваться и накопить кучу денег просто не выйдет но игроки нашли репу один раз в неделю на остров к игроку приходит дэйзи мэй и предлагает купить у него репу цена овоща постоянно меняется насколько бы репа не стоило игроки и скупают без остатка потому что на следующий день после покупки начинается волл-стрит цена продажи репы колеблется не только в течение всей недели два раза в день но и от острова к острову созданных игроками я вот интересно нинтендо вообще создавая эту игру сами понимаешь вот такой вот безумный финансовый симулятор блять составлять как пятнадцать интерес так и тысячу складировать репу ожидая лучшего предложения не получится либо сгнивает к воскресенью становится кормом для муравьев так что избавиться от овощей как можно быстрее главная задача игрока единственный вариант в такой ситуации найти остров другого игрока где цена на репу выгоднее чем у тебя найти то остров и к почти невозможно и невыгодно тебе придется тратить билеты на самолет чтобы попасть на случайный остров где может быть примерно такая же цена как и у тебя поэтому совсем скоро начали появляться объединение игроков которые публикуют цены на репу на своих островах и высылают всем желающим навариться код приглашения не за просто так они заход на остров требует деньги или предметы хотя охуеть ребята блять тем временем знаете думаю в играх нинтендо нету доната нету но сука факт того что блять это выглядит реально когда эти зловещая схема блять из разряда электроник арс решили снова побыть этими знаете типичными главгадами ну просто сейчас ты вот так какого хрена блять вы тут устроили а это чё такое некоторые ничего не требует заметно игроки наслаждающиеся уходом от реальности вы не мал кроссинг резко превратились в акционеров а репа в акции быстро появились не знаете это на самом деле все это это не серьезно это это чертовски не серьезно потому что 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 но вам нужно куда лучше вкладываться и прорабатывать схема посмотрите на этого мальчика как он хорош как он сделал все правильно не мол кроссинг и блять такой дик дикаприо блять да блять торговые площадки такие как ну козон дискорд сервера где игроки договариваются о сделках и даже сервисы с предсказаниями цен на репу подобные рыночные отношениям несли разлад в сообществе фанатов если раньше игроки приходили к друг другу чтобы оценить благоустройство острова и оставляли приятный сувенир на память то теперь многие просто заходят на острова чтобы продать репу и тут же исчезнуть забыв о всех правилах приличия не стоит забывать и то что там где есть деньги есть и мошенники долго искать сотни примеров кидалова в animal crossing не придется ими пестрят все тематические формы кого-то обманули скупленными предметами кого-то не пустили на остров после взноса за проход а кто-то не выдал желаемого персонажа морали и нравственности в среде animal crossing дело в том что общение с игровыми нпс и одна из основных игровых особенностей animal crossing в new horizons больше 400 уникальных антропомортных зверей со своими причудами и характерами у игрока на острове может быть лишь несколько из этих персонажей и появляются они случайно понятное дело что некоторые персонажи могут не понравится игроку но благо что их можно заставить съехать с острова чтобы освободить место для нового побить с очком например игнорировать их или не выполнять просьбы а также можно подготовить персонажа к отъезду и отдать его другому игроку вы там улавливаете куда все идет играми стали массово продавать своих персонажей забыть после такого рабства высекая не кажется таким уж похабным делу мать твою продавать сумма иногда здравствуй мальчик меня зовут дон хоризиона поцелуй бы перстень мальчик ты пришел на свадьбу бывшей жены чтобы познать то как работает наша мафия наша мафия работает так во первых жену пошлите нахуй во вторых мы продаем лебу по самым лучшим ценам наши скупщики никогда не против а ну и конечно у анки самая большая сцена самая большая именно у нашей мадам и танцующий под камел байк мова за реальные деньги объявление с графой на коробках до сих пор появляются в огромных количествах по своей сути это превратилось в работорговлю у игроков даже появился тир-лист от самых желанных и редких персонажей до самых ненавистных подобное отношение к игровым зверям испортила и очернила основную суть игры главная проблема даже не в том что сама концепция продажи зверей которые по своей сути люди с индивидуальностью аморально и абсолютно ужасно а то что персонажей с которыми вы должны были развивать отношения раскрывать их с неожиданной стороны наслаждаясь общением превратили в обычный товар конечно каждый игрок волен придерживаться своего морального компаса и играть как но если есть возможность продажи неугодного персонажа то скорее всего игрок ей воспользуются чтобы выплатить игровую ипотеку и получить больше контента в меньший промежуток времени знаете вот что здесь не хватает каждый раз когда заходишь в игру появится такой баннер блять дисквеймером то что происходит в этой игре и в конце за эти фразы бб прям как в жизни вы видите сама игра как будто бы подталкивает джульничеству и работорговли хотя на обложке написано для всех возрастов и это ведет к игровой катастрофе символом которой явно станет кот реймонд этот персонаж без каких-либо объективных причин существовал милый гетерохромия такие зачёсанные аккуратные волосы костюмчик а он еще это итальянец такой что просто при себе приветствуется бонджорно стал самым востребованным зверем среди игроков за этим котом буквально объявили охоту множество людей тратили билеты на самолет чтобы попытать удачу и найти реймонда на случайных островах но и как в случае с репой этот метод не прижился тогда реймонда решили покупать напрямую за эти билеты сделав их неофициальной валютой но из-за феноменального спроса реймонд астрономически поднялся в цене и стал стоить до 800 билетов блять персонаж поднялся в цене именно не просто персонаж которого вы хотите выбить блять как свой скинчик а именно просто персонаж в игре сука со своей личности что привело к инфляции этой валюты а из-за этого и из-за махинаций с репой дине так и вовсе обесценились поэтому просить за реймонда несколько десятков миллионов вполне себе нормальная кто-то будет про краха 2008 года блять и обвал да пиздец в таком тузыке его кровь практика в такой ситуации игрокам легче купить реймонда на ebay за реальные деньги но и здесь его цена варьируется от 60 баксов сколько тысяч рублей лет или ты извините я понимаю что я очень эмоциональный человек что порой мои эмоции кажется привлечены и быть ваху и 34 тысячи рублей блять да за эти деньги можно купить бандал свеча целый бандал свеч с парой игр блять и даже чехлом то есть прям даже наверное это не только давайте старую версию данной с новой зарядкой она олед блять свеч вы чё охуели народ вам нормально блять я серьезно просто понимали бы за такую цену а был получается куплены вот у него знакомого был куплен свеч олед сука ёбаный свеч олед и он все пары игры смог еще урвать там помощи щекочек все прикупил там по моему реально 35 тысяч до 1000 и люди все равно покупают этого кота в основном ради того чтобы нарядить его в костюм горничной и сделать с ним фотографию этот образ стал настолько каноничным что с ним уже появляются арты и вы сейчас наверное нисколечки не удивитесь но animal crossing спасают от катастрофы те кто ее обычно начинает хакеры они взламывают игру и клепают бесконечное количество реймондов раздавая их всем желаем это снова либо подвоха и абсолютно бесплатно по некоторым сообщениям за реймонда могут прийти 30 раз за день это просто безумие могли бы вы хоть на секунду представить что в игре которая выглядит вот так могут происходить подобные вещи и это ведь малая часть того на эти ту же из разряда вот подал изучение подобных махинаций подобных и гн ски с кем это из разряда знаете изучение того как этот господи я уже подзабыл слегка его имя уж извините пожалуйста того как dream проходил майнкрафт и поэтому писали целые диссертации о что происходит вы не мал кроссинг игра которая проповедует эскапизм внезапно стала отражением реального мира здесь проводится свидание из тиндера крупнейшие компании нанимают людей для создания рекламы сити реально киев все сделали даже свой такой стой это круто островов своей продукции и даже политика вместе социальными явлениями находят здесь место недавно например появился остров блэк лайк о я больше за этот остров чисто потому что неважно кого цвета кожи вы каждый черт поделить человек важен см это где происходят митинги и обсуждения господи какие марио и зельды вот игра для детей где ты можешь организовать клуб сатанистов найти девушку вместе с ней заняться работорговлей спекулированием акций клуб сатанистов а можно к вам знаете animal crossing будет первой игрой которую я куплю если вдруг я решусь приобрести nintendo switch уж слишком атмосферно непредсказуемо эта игра про детский кредит не забывайте подписываться на канал чтобы услышать еще больше истории из игровой индустрии и поставьте лайк этому видео если вам понравилось а также не забывайте заглядывать в группу вк и в сообщество на youtube а у меня пока на этом все пис вам люди пока пока ну что его то вот такой вот этим у кроссинка это жесть то что сотворили люди ладно еще старые части когда появился интернет и возможность создавать сайты на которых люди буквально продавали персонажи создавали свои огромные экономические схемы основаны на сраный пуля теги диски я буквально до овощи создать целую экономическую систему потом это все опять же как-то обваливать изменять это 6 это я вовремя но скажу честно точь опять же сколько всего сколько всего было сделано сколько всего творческого было сделано в этой игре знаете для меня превышает весь этот пипец потому что правда я видел различные сады и различные сделанные картины дизайны и прочее и реально творческих людей в animal crossing дохилище и я реально рад тому что нинтендо вот так вот позволяет показывать и говорится свой индивидуальный стиль индивидуальное решение реально показывать как хороший ландшафтный дизайнер в любом случае респект и лайк спасибо уже за данный материал поэтому поддержите его само собой любыми возможными способами не забывайте здесь подписаться поставьте лайк и спокойной ночи дружки пирожки а м